Цветы это можно сравнить как и с женщиной, так же как и с ребенком. Уход каждодневный, смотреть, поливать, температурный режим. Своих африканских детей герберы агроном Сергей получает совсем малышами. Чуть подросший сейниц пересаживает в горшок, где тот собственный растет, пока не станет подростком. И только когда закладывается цветение, растение обретает свой собственный дом. В прямом смысле. В этом тепличном хозяйстве на своеобразные дома принято разделять всю огромную плантацию. Сегодня здесь урожай уже собрали. То, что осталось, срезать еще оказывается рано. Вот эти вот лепестки еще загнуты внутрь. Цветок еще полуспелый. Потом дозреть сам в воде. Не всегда это получается, я вам честно скажу. С хризантемой может еще там как-то получиться, но с герберой не всегда это получается, такой фокус. Срезав недозревшую герберу, можно ее убить. А вот тюльпаны наоборот. Аптовикам продают еще зелеными. Но это внешне. Внутри уже зарождается великолепие. Можно приоткрыть маленький цветок. Какой? Желтый. С красной полосой. Цены такие же разные, как и сами цветы. В розницу герберы от 60 рублей, тюльпаны от 40. Начальная цена лилий 170 рублей. Аптовикам, конечно, дешевле. Рост здесь нет. Самый популярный цветок на прилавках в оренбургских магазинах, в основном, привозной. Эквадорские розочки все очень красивые, очень стойкие, очень хорошие. Что у нас есть еще, кустовая роза, очень тоже пользуется спросом. Высокая, хорошая. Это кенийская роза. В ее отделе почти одни розы. Но чем еще может торговать продавец именем роза? Самые дорогие, уверяет, самые хорошие – 250. Но для цветов это не предел. К примеру, веточка орхидеи. Они очень дорогие, и поэтому, чтобы покупателю были доступны цены, мы их срезаем и делаем композицию. За сколько такое? Ну, 3 тысячи, 3 тысячи, 3 тысячи, 500. Это зависит от того, сколько здесь колокольчиков. Цены в этом году к 8 марта не подросли. Кризис оказался охапками. Цветы сейчас никто не берет. И о сверхприбыли продавцы даже не мечтают. В Прог закупили мимозы. 50 рублей за веточку. Самый экономичный вариант точно не подведет. Ольга Патрушева, Дмитрий Примайчик. Наше время.